Дорогие товарищи, предлагаю вам послушать радиоспектакль по пьесе Севера Гонцовского «Млечный путь». Запись 1978 года. Роли исполняют старик, народный артист СССР Анатолий Попанов, юноша, заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков, голос из будущего, заслуженный артист РСФСР Александр Галевский, Таня, заслуженная артистка РСФСР Тамара Лякина. Иду! Да иду же, иду! Бежать, что ли? Алло! Алло! Все, не успел. Обычная история. Фу, даже сердце заглотилось. Цветы почему-то на столе, розы. На дворе зима, снег, а тут розы. Ах да, Танечка принесла утром. Какой-то сегодня день, она говорила. Какая-то дата. Тьфу, Соловей-пташечка. Забыл. Все мне говорят, дед, ты не чувствуй себя виноватым, если не помнишь. А я все равно чувствую. Ну, ничего, только они меня и видели. Где у меня чемодан? Ага. А вот он. Черт, Междугородняя, наверное. Алло! У телефона. Алло! А, алло! Будьте любезны, громче! Может быть, говорят, я и не слышу. Внимание! А? Внимание! Нет, хотите, телефон. Просим вас не бросать трубку ни в коем случае. Кого вам надо? Вас. Мы говорим из будущего. Из будущего? Наверное, неправильно соединили. Какой вам нужен номер? Ваш, какой бы он ни был. Это не будугощ, а будущее. Мы ведем разговор сквозь время. Скоро должна прийти внучка. А я, старик, не очень понимаю. Вы позвоните попозже. Пожалуйста, проникнитесь величием происходящего. И, кроме того, нам нужны именно вы. Я? Да. Именно вы. Именно я? Алексеев Павел Иванович? Именно. Слушайте, это не розыгрыш? Что вы, чудовищная сама мысль. Даже страшно. Алло! Алло, где вы? Павел Иванович, Павел Иванович, говорите в микрофон. А это не опасно? Что? Что вы проникли к нам? Конечно, нет. Нет? Мы говорим сквозь время. И, кроме того, взгляните через окно наверх. Там, через всё небо дерзкой параболы размахнулся Млечный Путь. Сейчас мы говорим оттуда. Спрашивайте, о чём хотите. И у нас масса вопросов к вам. Фантастика. Не соберусь с мыслимом. Будущее. Самое главное, конечно, что будущее есть. И всё продолжается. А то в последнее время много горького пророчества там на Западе. Некоторым представляется, будто мы люди возле конца. Нет. Не тревожьтесь. Как удивительно. Хотя, ладно. Вы мне вот что скажите. Скажите, зачем именно я понадобился? Что во мне такого? Человек-то небольшой, жизнь прожил малозаметную. Скажите, зачем именно? Я хочу узнать. Скажите, пожалуйста. Скажите. Забыл. Что вы забыли? Что хотел спросить. Вылетела. Бог ты мой. Какая мука с памятью. Слушайте. Надо подождать внучку. Все разъехались. Я один в квартире. А Таня бывает каждый день раза по два. Утром забегала и теперь придёт. Минут через сорок. Нет, нет. Подключены огромные мощности. Спрашивайте, что вы хотели. А потом начнём мы. Ладно. Скажите, вы сейчас далеко. На Млечном пути. Да? Но как же мы разговариваем? Я читал даже свет. Оттуда идёт 10 тысяч лет. Или сто. Но быстрее света ничего нет. Так говорит теория. А природа? Природа ведь по этому поводу ещё не высказывалась. Как вы сказали? А, понял. Совершенно не знаю, о чём спрашивать. Чем вы там занимаетесь в будущем? Как вообще живёте? Вам трудно это себе представить. Экология производства... Экология. Да. Экология. Ну, вот опять это слово. Что? Нет, это я так. Продолжайте. Человек нашей эпохи почти не связан с бытом. Он свободен от него. У нас тысячи оттенков радости и красоты. Скажите, от нашего времени что-нибудь осталось у вас? Ну, вот как от египтян пирамиды. Объясните от нас, людей, от наших мыслей, тревог, нашей радости. Что-нибудь остаётся, что-нибудь переходит к вам туда, в будущее, где тысячи оттенков счастья от меня хотя бы? Сейчас будем выяснять. Кто вы теперь в настоящий момент? Старик. Старик. А чем занимаетесь? Этим и занимаюсь. Семьдесят восемь лет. Куда не попадёшь, всё кругом молодые, другие чувства, другие интересы. Тут, правда, на бульваре пожилые сидят несколько человек, а здоровье толкует. То есть одни о болезнях и хвастаются ими, другие, наоборот, хвалятся, как сердце хорошо работает, как сон. Но это одинаково противно. И ещё обсуждают, чего есть нельзя. Чего пить? Белый хлеб нельзя, сахар тоже. То вредно это. Но если так рассуждать, жить в целом вредно. Алло, вы на проводе? Да-да, слушаю. А почему молчите? Наверное, вы сейчас плохо себя чувствуете. Вы нездоровы, да? Просто старый. Каждая жизнь, если её не прерывать, приходит к старости. Вот в чём беда. Мы могли бы помочь, в смысле вашего физического состояния. Лучше вы слушайте, а то целые дни молчу. Внучка вот, Таня, той самой экологией занимается. Племянник структурным анализом. Ну, что такое структурный анализ? Он примется объяснять. Каждая фраза в отдельности вроде понятная, а вместе не складывается. И делать тоже нечего. Я работать привык. А тут дома всё готово. Ни дров поколоть, ни воды принести. Одни выключатели, да кнопки. Вот и сидишь, сложа руки. Это вообще судьба стариков. Люди трудятся, изменяют мир. Но чем больше они старались, тем меньше дел, к которым они привыкли, у них остаётся в старости. Только вспоминать. А вспоминать тоже мало радости. Почему? Вы разве недовольны прожитой жизнью? Конечно, недоволен. Сделал совсем мало. Больше надо было. Молодой был, мечтал подвиг совершить. А жизнь вышла незаметная, будто не было её. А глянешься, вроде кругом ничего моего не осталось. Вот учёный, к примеру, он лекарство изобрёл. Или закон вывёл. Или художник. Его самого уж давно нет, а на картины до сих пор смотрит. Теперь меня взять. Работал, работал, работал. Руки всегда в мозолях. Но всё как сквозь пальцы просыпалось. Исчезло. У молодых совсем другие дела. Другая работа. Такое мне и не понять. Вы ощущаете себя ненужным? Об этом я и хотел сказать. Дома вокруг меня ходят, заботятся. И вообще они неплохие, зитья, невестки, внуки. Но ведь видно же, что у них на столе свои бумаги. В уме свои дела. Словом, путаюсь я тут, отвлекаю. И я решил уйти. Куда? Пройду последний раз те места, где воевал, строил. Где сам был большой и сильный, а не старичок, как сейчас. В деревню загляну, откуда сам родом. Может, работу найду какую, немудрящую. Я же отдавать привык. А вас родные отпустят? И спрашивать не стану. Все. Ухожу. Извините. Узнал, что вы есть, что человечество продолжается и хватит с меня. Да, кстати. А как земля? Что земля? Она-то существует? Вот что я хотел спросить. Вы сами на Млечном Пути. А наша планета как? Бросили совсем? Конечно, существует. Это родина человечества. На Земле и теперь живут. Она столица всех планет. Да. Павел Иван Иванович. Павел Иванович. Давайте продолжать, пока еще есть время. Нет. Между прочим. Моё-то всё в прошлом. Я бы лучше с прошлым теперь поговорил. Вспомнил. Вспомнил с ними своё. Но мы можем и с прошлым. Как раз в эти минуты вторая группа связалась с началом двадцатых годов. Нет. Раньше. Вас можно соединить напрямую. Конец десятых годов. Это же время вашей молодости. Там на телефоне юноша. Он-то как раз хочет говорить с будущим. И с вами, и с нами. Ему интересно. Вторая группа. Вторая группа. Подключаем. Вторая группа. Подключаем. Вторая группа. Павел Иванович. Юноша на проводе. Говорите с юношей. И это опять-таки информация для нас. Говорите. Говорите. Алло. У телефона. Алле. Алле, барышня? Хотя какая же барышня? Ну, давай, давай. Я слушаю. Кто на проводе, Алле? Слушай. Верно, что будущее. Не наше время. Неужели может быть? Наши пошли на позицию. Мне командир сказал, что обе имущество собрал. И вдруг вызов. А он разбитый аппарат. Миной попало. И провода нет. Трубку беру. А там голос. Ха-ха. Соловей, пташечка. Значит, правда? Будущее, да? Правда. Я тоже сначала не поверил. Но вижу, что так. Слушай. Ты сейчас где? Которые раньше говорили, сказали, в небе живут. По звездам. А ты сам где? На небе? Какой у вас там год? 77-й. 1900. Ты что, на фронте сейчас? Ого. Полста лет больше. Слушай. Канонаду слышишь? Ого. 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 одеяло пестридёвое из деревни привёз, а летом спал в деревянном сарае. Ну, отец Иван Васильевич, Калужской губернии, Ходьковский уезд, деревня Выселки. Ну, и мой батя тоже. И под Питером я был, от Михельсонцев группа. Штаб в баронском доме сгорел, как вы пришли, ещё дымился. Тут вот тоже дым. Сапоги на мне были австрийские, тогда помню. Рука болела, мы в Петрограде ревизию частных сейфов делали в банке. Буржуй ладонь прихлопнул железной дверцей со зла. Так он мне прихлопнул. Вот у меня тряпочкой завязано. Знаешь, ведь я, это ты. Ты, это я? Как? Ну да, только через время. Погоди. Но ведь ты старик, дед. Тебе сколько? Восьмодесяток, небось? Семьдесят девятый пошёл. Понимаешь, это они связали нас, соединили, которые из будущего. Сейчас ты и есть ты. А после станешь я. Да, смотри, как совпало, получилось. Сердце даже прихватило. Где у меня этот горвалол? Подожди. Так выходит, что, и мне стукнет семьдесят восемь? Не верю. Ещё бы. В двадцать лет допустить невозможно, и я не верил. Первые-то годах, какие длинные, с детства в юность. Каждый час чувствуешь, что живёшь. Но потом она подкрадывается, старость. Отдельный день идёт долго, а года быстро набираются, незаметно. Слушай, раз такое дело, я же тебя предупредить могу, чтоб тебе моих ошибок миновать. Значит, это я, который вот со мной разговариваешь. Здорово. Ты, который я, то есть я, который ты, ну, в общем, отец, ты скажи, как там у тебя, у меня всё будет получаться? Мы тут с ребятами всё разбираем, кто министром, кому армией командовать. Прежние-то теперь царские, все полетели, наша будет власть. Так ты объясни, кем я стану? Командиром фронта, а? Фронта нет, не будешь. Ну, хотя бы полк под моим началом. Не, провоюешь рядовым. А почему? Так получится, не знаю. Ну, ладно, а потом, как отстоим революции. У нас лектор был, про звёзды рассказывал, луну, солнце. Всем, говорю, надо учёными быть. Ты учёным не станешь, рабочий. Опять рабочий? Да. На Михельсоне и жить у Гавриловны в дому. Какая там Гавриловна? У неё дом отберут, завод у Михельсона тоже. Всё станет наше, а ты будешь рабочим. А в песне поётся, кто был ничем, тот станет всем. Ты что ж, отец, не старался? Не хотел подвиг совершить или что-нибудь? Ещё как. Революция началась, только и думал, что героем стану. Все меня будут знать. И я вот мечтаю. Мы тут про подвиг все мечтаем. Ну, и правильно. Твои мечты, которые сейчас, и есть мои молодые мысли. Но не получилось. А почему? Ты расскажи, как прожил? Как прожил? Семья, дети, три сына. Только они погибли, все мои сыновья. Ты что, отец? Видел ты их мало-мало. Почти ничего такого особенного сделать для них не мог. Таня училась после гражданства, стала медиком. Выучилась, надо ехать в Среднюю Азию на Трахому. Там процентов до 20 заболевали тогда, слепли. По городам на улицах нищих, незрячих, не протолкнуться. Потом на Оспу в Поволжье эпидемии подряд шли. С холерой тоже боролись. Тогда от холеры тысячами помирали. Сейчас мрут. Про это и разговор. В Белоруссии тоже была там лихорадка косила людей. А я дома один на все. Со смены завода придешь, в очередях настоишься. Пришел, мальчишка потрепал по голове одного, другого. А дров наколоть принести, поесть, приготовить, постирать. Сыновья росли сами. Потом 41-й год. Война. Смотрим, с Танюшей, они уже в шинелях. Первым Сергей пошел. Такой красивый, высокий, как бывает молодым парнем. И один за другим. До свидания, папа. До свидания, мама. Ну, не случилось свидание. Дальше. Дальше. В 44-м на лестнице звонок. За дверью девушка в гимнастерке взгляд суровый. Вы, Павел Иванович, но я. Мы с Сережей вместе служили в части. Зашла и вдруг плачет, убивается, слова сказать не может. Мне бы самому плакать, а я ее утешаю. Выплакалась. Ладно, пойду. Куда ты пойдешь? Оставайся. Квартира большая. Я, говорит, замуж теперь никогда не уйду. Почему не выходить? Неужели, говорю, фашисты так над нами наиздевались, что и детей в России не будет. И в 45-м тоже звонок парень? Этот про Колю рассказывал младшего. Фотографии принес ордена. Сам из Ленинграда. У него там все близкие погибли в блокаду. Оставайся, места хватит. Ладно, останусь. Теперь замминистра. Дочку Танюшу назвал. Но в честь моей Тани. От среднего Гриши тоже приехали. Опять набралась квартира, детские голоса зазвенели. Но сынов моих нет. нет. А жена? Таня. Она врачом была на фронте. В окружение попала с ранеными. И фашисты ее убили. Убили. Слушай, отец, вот к нам в отряд питерские влились с Нарвской заставы. Девчонки там две. Одну Татьяной зовут. С синими глазами. Я все время об ней думаю. Это что же? Она и есть? Она. И мы поженимся? Она за меня пойдет? Поженитесь. Только я тебе говорю, ее фашисты убьют в сорок первом. А с кем же это опять война-то? В сорок первом году? Кто на нас пойдет? Фашизм. Это кто? Мировая буржуазия? Она. А мы-то здесь ждем. Вот-вот мировая революция грянет по всем странам. Скажи, а ты воевал в сорок первом? То есть мне воевать? Не пустили. На заводе оставили сталь варить. Металл-то сколько требовал фронт. Каждый бой кровь и металл. Кровь и металл. Любую победу сперва в цехах надо было добыть. Не думай, что в тылу сахар. Техника всей Европы наношла. Работали у станков падали. В литейном жара. Окна плотно закрыты, чтобы светомаскировку не нарушать. Плавки долгие были, не то, что теперь. Намотаешься у Мартена, еле ноги держат. Ждешь, пока металл поспеет к выпуску. А у меня, может, каждая плавка врезана в уме картиной. Случалось, когда авария, неделями не выходили из завода. Берешься заднюю стенку печи заправлять. Порог высокий, лопаты веская, добрикеты килограмм по десять, побольше полпуда. Точно не кинешь по дороге, все рассыпается. Перед открытой дверцей задерживаться нельзя, сожжет. Надо быстро подойти, размахнуться, кинуть и тут же уйти. С такта сбился, ничего не вышло. Но силы-то откуда? Паек военный, голодный, да и того не съедаешь, потому что дети... Какие дети? Твои сыновья на фронте. А чужие дети? Напротив, на лестнице солдатская вдова Верочка в конторе работает, двое. Вот такие крохи ходят бледненькие. Как им не подкопить кирпичи хлеба, не занести хоть раз в неделю? Что такое? Я вижу звезды. Или кажется мне, что звезды горят сквозь стены, сквозь потолок. Эй, вы! где которые из будущего? Да-да, мы здесь и внимательны. Дайте нам еще минут десять, пять хотя бы. Слушай, мальчик, юноша, мне тебя предупредить. Жизнь, в общем-то, нелегкая сложилась. Брался за многое, а и всего мало осталось. Может, вечное что-нибудь нужно было начинать, а я всегда только один день обслуживал. В лучшем случае месяц или год. Чего в данный момент надо, то и делал. Но эти моменты давно прошли. Я что-то не пойму. Скажи еще раз. Слушай внимательно. Сейчас у вас бой, я его хорошо помню. В атаку пойдете, германец прижмет огнем, положит на снег. Смирнов командир вскочит, и ты за ним бросишься. Так вот, я тебе хочу сказать. Бросайся, но не сразу. Секунду пережди, и тогда тебя пуля минует. Какая пуля? Которая меня не миновала. Ранила, слуховой нерв задела. На рафаке потом уже не потянул, потому что лектора не слышал. Выучиться так и не смог, как другие выучились. В инженеры вышли, в профессора. сталь варил, выше помощника горнового тоже не поднимался. В общем, большого ничего совершить не пришлось, такого, чтобы навечно. Понял меня? Сделаешь? Не знаю. Ну вот. Всегдашняя история. Старость предупреждает, юность не слушает. Но ведь я это ты. Теперь уж ясно, какую роль та секунда сыграла. Мне-то видно. Ну, что ж ты сам сразу бросился? Не ждал. Откуда думать было? Но тебе-то я говорю. Отец, если б ты чувствовал, как сейчас тут утро и сегодня революционная армия перейдет в наступление. Мы на митинге поклялись. Это великий поход. Кончается прежнее, начинается совсем другое. А ты говоришь, подожди. На одну десятую долю секунды. У нас здесь чувства нового столько. Мы об государстве думаем, об целом мире или вот дружба. Мы теперь все вместе. Я за Смирнова жизнь отдам. Не пожалею. Или за Васю Гриднева. В 20-м Васю махновцы бандиты зарубят на Украине, а ты будешь в другом месте. Лучшие мои друзья уходили молодыми. Неужто в 20-м году еще воевать? А ты как думал? Так тебе господа и отдали Россию. Только начинается гражданская война еще ой-ой-ой насидишься в седле натопаешься по снегам болотам. Четыре раза стане будешь расставаться на разные фронты попадать. А мы то здесь считаем только вот с германцами сейчас справиться. Ты слушай меня. За многое не берись. Понял? Я вот даже английский принимался учить в госпитале. С парнем лежали на койках рядом. Но это зря было. На рафак не пробуй, только время потеряешь. А Таня пусть не учится на врача. Пусть другое что-нибудь. путь. Понятно. Значит, ты совсем один остался? Ну, есть тот. Я тебе говорил, только они не родные. Голодуешь? Кто? Я? Ты. Я что-ли голодую? Это спрашиваешь? Ну, да. Скажешь, что же. Меня тут куда посадить, не знаю, чем угостить. Лучших врачей приглашают насчет здоровья. Совестно даже самому. Только делать нечего. Вот беда. Я же не могу про этот структурный анализ про кибернетику. А чего это такое? Науки. Так они что, ученые, с кем ты живешь? Как же ты попал к таким? А я рассказывал. С фронта приходили и оставались. А потом выучились сами. Дети их выучились. Так это что, вот те самые, что ли, которые в войну к тебе? У вас что там? Солдаты учатся, рабочие, не одни господа. Господа? Господ давно нету. Все трудятся. Все? А трамваи до сих пор не починили, дров не подвезли в Москву, бараки ломаете. Какие дрова там? Ты мне говорить не дал? Скажи, ты знаешь Москву? Ну, знаю. Так вот той Москвы нету, и той России вообще все другое. Трамваев мало в Москве, потому что метро, под землей бегут вагоны. Сел на мягкую скамейку за 10 минут от конной к трем вокзалам. Ни дров, ни керосина не надо. Электричество светит, газ утепляет. Стоят огромные белые дома, и в них живут рабочие. По квартирам музыка играет, радио, телевизоры, ящик, а в нем вроде кино, синематограф говорящий. Таком царь Николай не мечтал. Включил, видишь, что в другом городе, в другой стране, даже на дне моря. Работают на заводах восемь часов, два выходных в неделю. На улице вечером тысячи огней, магазины, театры, кино, стадионы. А улицы сами, не развалюхи в грязи, что мы у Гавриловны жили. А проспекты под асфальтом, по которым автомобили бегут, площади широкие, по дворам цветы, деревья. Вот это теперь Москва. А хлеб есть? Конечно, никто не бедствует хлебом. И ситник? Неужели и ситник? Белый хлеб поширничный? Сколько хочешь. По всей России голодных ни одного человека. Про нищих молодые не знают. Болезни старые выведены. Рябов нигде не встретишь, если из пожилых только. В деревнях машины пашут, сеют, убирают. Что говори? Лица совсем другие у людей. Тебе бы не узнать. Спокойный, уверенный. Девушки все до одной красавицы. А грамотный? Неужели бабы книжку читают? И слова нет бабы. Учатся все обязательно по всему государству. Если б тебе школы показать светлые, чистые, другим странам помогаем, наукой, техникой, понимаешь, и мировая революция идет. Вообще оно сбылось, о чем мечтали. И я это увижу. Огромные дома, театры, тот ящик, где заморские страны. Скажи, отец, а кто же это сделал все? Кто сделал? Да, да мы. Ты будешь делать вместе со всеми? А болезни, что их теперь нету, это Таня? И Таня тоже. Слушай, мне уже пора. Скажи скорее, как вы добивались, чтобы все это вышло? Работали, себя не жалели. И ты работал? А что, сидел, что ли? У нас после войны в Литейном свод два раза обрушился в металл. Печи изношены, а все хочется еще одну последнюю плавку снять. На бригаду план дают, а мы встречный. Так что же ты мне говоришь тогда? Отец, отец, кончилась артиллерийская подготовка. Пошел на нас германец. Слышишь? Это Вася Гриднев выводит своих на позицию. Конницы наша. сейчас в атаку. Эх, как идут, как идут. Вон они вымахнули на гриды. Отец, я побегу, как бы не опоздать к бою. Наша артиллерия пушки, что ребята привезли. что это? Что это, отец? Мы никогда и не слышали, чтобы так. И здесь, за окнами небо все осветилось. Нет, это здесь бьют пушки. Но мы не имеем залпа такой силы. Что это? стой, подожди. что за день у вас там? День? Не знаю. Мы тут сбились со счета. Разговение, февраль кончается. Февраль восемнадцатого года на Петроградском фронте под Нарвой. Ну? А число? Слушай, я, кажется, понял, почему цветы. Цветы мне внучка принесла сегодня двадцать третье февраль. Это ваши орудия? Нет. У нас только две пушки. это ваши орудия. Вы переходите в наступление и выстрелы ваших орудий отдаются и гремят через века. Это история, мальчик. День Красной Армии. День Советской Армии. Салют. Но такая огромная сила у нас не может быть. только две пушки с пушки. Путиловского. Мальчик, юноша, забудь, что я тебе говорил. Живи на полный размах. Сейчас в атаке поднимайся сразу, не думай. Тебя ранят, к тебе подойдет девушка. Не отпускай, не расставайся, береги ее, и у вас будет много счастья, пусть обязательно дети. Как это прекрасно, когда они рождаются и когда вырастают. Заходишь в комнату, а на столе у мальчишек железки, камни, которые они принесли, а позже дневник пишут свои первые неумелые стихи. что это сердце так жралось. Ну, говори, говори. В Орловском будете завод восстанавливать на чужое плечо, не надейся. Своё подставляй сам, учи английский мировая революция придет, но в факт все равно поступай. То, что ты в старости не поймешь структурный анализ, неважно, это ведь твой труд, что молодые смогут заниматься наукой. Ты будешь рабочий класс. Старайся, выкладывайся где бы ни был, и тогда всё, всё будет твоё. Первый трактор в деревне, который потянет плух, твои каналы в пустыне, красный флаг победы в 45-м и корабль, который от земли поднимется в космос. А погибнут сыновья, твоими станут другие. их внуки, правнуки и поведут тебя от одной любви ко второй любви. я иду, отец, навстречу своей жизни. Мне пора. Прощай! Да! А что такое космос? Ты ещё узнаешь? космос? Субтитры создавал DimaTorzok Павел Иванович! Да? Кто это говорит? Будущее! Мы хотим сообщить вам, что через тысячу лет по всем галактикам, по всем обитаемым мирам пройдет год вашего имени. Подождите, там, в будущем. Я не понял, год моего имени? Но почему? У меня жизнь, как у всех, незаметная. Нет незаметных жизней. Каждый человек ценен, с ним приходит, от него начинается нечто. Вы ведь не знаете, начало каким огромным развитием в будущем может дать тот или иной поступок. Даже маленький на первый взгляд. Одной человеческой жизни мало, чтобы увидеть следствие поступка, которые растут от поколения к поколению, копятся и образуют новые следствия. Ничто не исчезнет без следа. Как вы сказали, ничего не пропадает? Ни тихое слово, ни скромное дело. Мы от вас. И все, что сделано, пережито вами, пришло сюда, влилось и пойдет с нами еще дальше. Любой человек ценен для истории и по-своему делает ее. В этом смысле все люди – великие люди. От каждого начинается завтра, и каждый ткет материю будущего. В том, что он сделал, человек живет вечно. Павел Иванович, сеанс кончается. Мы выключаем аппараты. Прощайте. Мы глубоко благодарны вам. Прощайте. Прощайте. Кто это? Что ты не открываешь, дедушка? Я уже испугалась. Кто это? Таня? Сейчас придут отец, мама, Игорь. От Николая была телеграмма. Самолет теперь уже во Внуковском. Да, Василий звонил. Он уже едет. Вера Михайловна, я сейчас видела, она готовится. Ой, будет много-много народу. Ты видишь, сколько я принесла из почтового ящика. Целые гора. Он был весь набит. Сегодня же праздник. Ты не забыл? Какой ты странный сегодня, дед. Я уже столько времени звоню из института, но было занято. Таня жена моя. Да нет же, дедушка. Это я, Таня. Внучка. Таня. Что такое звезды? Разноцветные звезды рассыпаются в небе. Это салют или звезды? Какое у тебя лицо, дедушка, сегодня. Совсем, совсем молодое. Слушай, вот эти звезды... Таня, покажи мне, покажи мне, покажи мне, где Млечный Путин. Слушай, вот эти звезды... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле «Млечный путь» вы можете написать по адресу 113-326 Москва, Радио, главная редакция литературно-драматического радиовещания.